Основатели Великой Руси. Иван Третий и Менгли Герей. В 1425 году, после смерти Василия I, титул великого князя Московского и Владимирского унаследовал его сын Василий II. В то же время начинается междоусобная война за великое княжение, и власть переходит от одного князя к другому. В 1445 году, в битве под Суздалем, сыновья Казанского хана Улу-Мухаммеда разбили московское войско и взяли в плен Василия II. Власть в Москве, согласно традиционному порядку наследования, перешла к Дмитрию Шемяке. Василий, заключив договор с Казанским ханом, получил от него войско и вернулся в Москву. Спустя год, в 1466 году, Василий был захвачен Дмитрием Шемякой в Троице-Сергиевой лавре и ослеплен за союз с татарами. Дмитрий выслал его из Москвы, но в 1447 году Василий, получивший за свою незрячесть прозвище Темный, вернул московский трон и объявил себя господарем всей Руси. В начале марта 1462 года, будучи тяжелобольным, он составил завещание, по которому старший сын Иван получает великое княжение и 16 главных городов. 28 марта Иван Васильевич Третий был объявлен господарем всей Руси. Основной целью его правления было объединение русских земель под единой монархией. Первым становится Ярославское княжество, окончательно теряющее самостоятельность в 1471 году. В то же время началась Московско-Новгородская война. Основную поддержку Ивану Третьему оказал Касимовский хан Данияр, внук Улу-Мухаммед хана, вернувшего Василия II на великое княжение. Итогом войны стало усиление зависимости Новгорода от Москвы. Затем в состав Великой Руси в 1472 году вошло Дмитровское княжество и в 1474 Ростовское княжество. Весной 1477 Иван Третий потребовал от новгородских послов предоставить ему право прямого управления Новгородом. Но в ответ новгородские бояре подняли мятеж и отказались называть Ивана Третьего своим государем. Так началась Вторая Московско-Новгородская война. В декабре войско Великой Руси без боя вошло в город. Иван Третий не стал убивать мятежников-бояр, он лишь выслал часть их семей на территорию Московского княжества. Спустя месяц переговоров, 6 января 1478 года, новгородцы приняли условия Ивана Третьего, и новгородские земли вошли в состав Великой Руси. Пограничные волости, Пустая Ржева, Великие Луки, Холмовский Погост, Велилы, Молвотицы и Стерж прекратили платить ежегодную дань литовскому князю. Все литовские наместники и теуны из спорных волостей были изгнаны. Казимир IV не смирился с потерей своих доходов, поэтому стал готовиться к войне. Вступив в союз с Большоордынским ханом Ахматом, он надеялся на быструю и победоносную войну. Осенью 1480-го хан Ахмат выступил с основными силами. Беспрепятственно двигаясь по территории Великого княжества Литовского, он направлялся к Воротынскому княжеству, где ожидал объединения с войсками Казимира IV, но обещанное подкрепление не пришло. Зная, что на Оке его ожидают русские полки, хан решил вторгнуться на русскую территорию через реку Угру. В течение нескольких дней все попытки форсировать реку были отбиты огнем русской артиллерии. Отступив на две версты, хан Ахмат начал переговоры и потребовал, чтобы русские выплатили дань, которую задолжали за семь лет. В качестве посольства Иван III отправил боярского сына Товаркова Ивана Федоровича, который отклонил все требования хана, после чего Ахмат прервал переговоры. Успех Ивана III заключался в его военно-политическом союзе с Крымским ханством. Жесной 1478 года османский султан Мехмед II освободил из плена крымского хана Менгли Гирей I. Он был отпущен в Крым и восстановлен на ханском престоле, с условием, что отныне Крым будет находиться под верховной властью Османской империи. Противником Менгли Гирея выступил его старший брат Нур-Девлет, вскоре бежавший из Крыма в польско-литовские владения и поселившийся в Киеве, откуда перешел на сторону Ивана III. Главной внешнеполитической целью Менгли Гирея после 1478 года стала борьба с Большой Ордой, в которой правили наследники золотоордынских ханов и которая претендовала на все наследство Золотой Орды. Союзником в этой борьбе стал Иван Васильевич III. Во время похода Большоордынского хана Ахмата на русские земли, Менгли Гирей, выполняя свое обещание, напал на Подолье, южные земли Великого княжества Литовского. Поэтому Казимир IV не прислал свою армию в помощь Ахмату. После того, как хан Ахмад прервал переговоры, он стремился добиться численного преимущества, максимально мобилизировав Большую Орду. Так что на ее территории не оставалось значительных резервов войск. Иван III, воспользовавшись положением, объединил несколько своих отрядов с отрядами Нур-Девлета. Они спустились по Оке, затем по Волге, до ее Низовий и разгромили столицу Большой Орды Новый Сарай. Хан Ахмад, узнав, что в его глубоком тылу действуют русско-татарские отряды, начал отводить свои войска назад в Орду. На обратном пути они разграбили посады и округи 12 литовских городов, что являлось местью королю Казимиру IV за неоказанную военную помощь. Весной 1481 года Казимир IV начал переговоры о заключении мирного договора, но к лету 82-го они зашли в тупик. Иван III не простил литовскому князю союз с ханом Ахматом и вместо мира объединил свои силы с менгли-героем. 1 сентября 1482 года Крымский хан совершил поход на южные земли Великого княжества Литовского. Киев был сходу взят татарами. Также были разгромлены Черкассы, Житомир, Белгород-Киевский, Васильков, Выжгород, Триполье и Канев. Благодаря походу менгли-герея Иван III выиграл время и в ходе приграничной войны вернул Верховские, Мизецкое и Вяземское княжества. К 1503 году к русскому государству перешло около половины территории Великого княжества Литовского. Война вошла в историю как русско-ливонско-литовская. Однако успех военных кампаний русского государства во многом обязан именно союзу с Крымским ханством. Германские картографы того времени Иоганн Шонер и Мартин Вальдземюллер в 1516 году составили карта Марина на основе отдельных портуланов и карт того времени. На ней показано подробное политическое состояние Европы и Азии. Великую Руссию именуют Руссия-Альба. В ее составе находятся провинции Пермия, Югра, Новоградия, Московия, Подолье, Руссия и Рубея. В 1459 году венецианский монах ордена камальдулов Фра Мауру закончил работу над картой всего известного мира. Карта соответствует историческим событиям, когда Иван Третий объявил себя господарем всея Руссии. Великая Руссия разделена на провинции. Россия-Негра со столицей в городе Москва является резиденцией царя. Россия-Бьянка, Ярославль, Нижний Новгород и соседние княжества. Россия-Росса, Новгород-Северский и Чернигов. На карте генуэзского картографа Николу Канерио, созданный в 1505 году, отмечены только основные государства. Территория Новгорода и Москвы именуется Россия. Крымское и Казанское ханства Тартарией. Европейские государства именовали Крымское ханство Малой Тартарией. В то же время существует множество карт, на которых присутствуют Руссия и Московия, а иногда только Московия. Руссии в те времена называли Московско-Новгородские земли, собранные под единой монархией, благодаря Ивану Третьему именгли-гирею. Субтитры создавал DimaTorzok